Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. У нас сегодня с вами продолжение приключений за рулем, очередные размышляшки. Чего-то так оказалось, что мои размышления вам заходят больше всего. Это, конечно, меня не может не радовать, потому что когда человек любит поговорить, а кто-то его слушает, ну прям вообще хорошо. И сегодня я хочу поговорить с вами о такой штуке, как честность. Объясню, почему хочу об этом поговорить, потому что в последнее время вот эта самая честность стала у меня очень активно проявляться. И она как бы не в позиции того, что я прям такой суперчестный человек. Но в контексте того, что я стала очень много говорить людям правды, я стала говорить много правды о себе, возможно, того, чего я раньше не говорила, потому что я вижу, что очень сильно у нас есть искривленное представление о жизни других людей. Недавно в инстаграме как раз я написала о том, почему я, например, до сих пор езжу на этой машине. И ко мне так много людей претензии предъявляют. Что ж такое, Ольга, вы такая, блин, классно, успешно, это опор, что у вас уже давно. И вот квартира-то уже вот практически, наверное, 5 лет, это вы живете в квартире, уже пора быть в другую. И у нас у людей есть такое представление, что вот те, кто развиваются, они должны, мол, вот вообще, знаете, быть в последних трендах полностью запакованными вдоль Чегабану. Ну, мы же видим таких людей. Вот у них, наверное, все заебисько, простите. Просили меня не материться. Я бы очень сильно постараюсь, просто есть такие вещи, которые, ну, вот как-то другими словами, что ли, не назовешь. И мы очень путаем вот тех людей и тех женщин, которых мы видим в инстаграме, которые все время там, на них надето столько брендов, что сложно сосчитать. И у них красивые фоточки, и они вечно там где-то на каких-то курортах. Вот есть такое представление, что, ну, вот успешный человек, он такой. Хотя, ну, кто-то дочь, кто-то жена, кто-то, простите, проститутка, да. И вот недавно была такая ошеломляющая программа Андрея Малахова. Если вы ее не смотрели, обязательно посмотрите, где тоже очень много рассказано о жизни вот таких красивых инстадевушек, ну, простите, блядей. Все имеет место быть. Итак, я просто хочу немножечко рассказать вам о том, почему я стала больше рассказывать о своей жизни. Потому что, конечно же, такие представления имеются, и люди не понимают. Ну, мол, раз вы там успешно, ну, вообще, что такое успех, это, конечно, очень понятие относительное. Вот честно вам скажу. Потому что, с одной стороны, кто-то смотрит на меня в дорогой тачке, им кажется, это уже успех. С другой стороны, я каждый день зарабатываю, каждый день ищу варианты, каждый день ищу варианты для развития, что для меня крайне важно, потому что деньги сами по себе, ну, как бы, если ты с ними не развиваешься, ну, большой вопрос, как бы, точно деньги не могут быть самоцелью в жизни, потому что тогда точно надо идти там или в проституцию, или воровать, или еще что-нибудь. Ну, как бы, не мой вариант. Так вот, что такое для меня честность, и почему я стала эту честность использовать и называть вещи своими именами? Потому что отсутствие честности дает очень сильное ощущение груза. Потому что, когда мы, а сегодня нас общество, от нас требует все время казаться, а не быть, да? То есть ты должен казаться кем-то, кем ты не являешься. То есть какие-то на себя делать какую-то мишуру. Ну, вспомните, начиная от букетов, которые можно взять в аренду, частные самолеты, фотостудии, в которых можно сфотографироваться. То есть уже, как бы, мы с юных лет, нынешнее время, бессознательных, как мне кажется, людей, или бессознательное общество, оно требует все время притворяться. И когда мы заходим в эти гребаные инстаграмы, когда мы видим все время успешные картинки, счастливые лица, ведь многие даже близкие люди настолько привыкают друг к другу врать, что первый момент – мы не знаем, как живут наши близкие. Второй момент – мы стараемся быть такими же идеальными, как и все остальные. И третье – мы сходим с ума. А почему сходим с ума? А потому что разрыв шаблонов очень сильный. Мы когда притворяемся, и когда мы пишем какой-то красивый пост, или делаем какую-то идеальную картинку, мы же начинаем верить, что мы такие. Ну, вот, знаете, фотошоп идеальный, мы начинаем верить, что у нас нету прыщей. Мы начинаем верить, что у нас узкая талия, потому что можно в программе ее сузить, оказывается. Мы начинаем, глядя на вот эту вот всю историю других людей, которые, например, реально себя перекраивают, мы начинаем верить, что мы реально некрасивы, потому что у нас не впадины в носах, и у нас зубы не такие белые, как виниры, представляете? Они такие ровные, оказывается. И вот у нас начинается, я это по себе замечаю сейчас, простите, что я говорю, у нас, у меня в такие моменты начиналась проблема с психикой, ну, реальная. Я просто понимала, что я начинаю сходить с ума, потому что я себя начинаю мерить с этим идеальным миром, в котором я аж никак не идеальная, потом где-то что-то себе подкраивать, да, там, посмотреть на картинки, как можно себя сделать, например, более идеальной, и начинается пиздецом. А дальше начинается самое интересное, потому что мы же не только можем визуально себя менять, мы можем придумывать свою жизнь. И я вот вижу, что очень многие люди придумывают свою жизнь. Я сейчас это говорю вам к тому, чтобы вы подумали и поняли, почему у вас сложно живется. Потому что если вы это делаете, вам точно сложно. И вот когда мы начинаем говорить, что на самом деле вот нам не очень хорошо, а мы говорим, нет, у нас все идеально. Когда мы не удовлетворены чем-то в своей жизни, нам хочется больше зарабатывать, развиваться. Но мы не можем об этом сказать. Ну, слух, стыдно, моперенение, все хорошо. Я много зарабатываю, у меня все прекрасно, у меня все хорошо. Я не купил себе новый телефон не потому, что у меня много других растрат. Я развиваюсь, да, но у меня еще куча всего есть в жизни. Или, например, я не знаю, может быть, меня уволили с работы, или там меня бросил мужчина, или я запутался. Мы говорим, нет, 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 вообще у меня есть новый телефон. Я вот с ним сейчас сфотографируюсь в коробке. Или мы покупаем палевный телефон. У меня была история в жизни, очень такая прикольная, когда сумку Prada я купила себе, подделку. Она была бархатная и дорогая подделка. Мне сказали, слушай, ну она ничем не отличается. А я подумала, ну блин, ну тупо платить за эту бархатную сумку, которая выйдет из моды скоро, большие деньги. Я куплю себе фейк. В общем, я ее купила и ни разу не вышла с ней, потому что не могла. Потому что каждый раз я чувствовала, что она палевная. И я ржала, сидела с подружкой, значит, по этому поводу обсуждала, ржала. И говорю ей, вот скажи, пожалуйста, зачем я выбросила несколько сотен долларов на палевную сумку? Ведь я могла купить там в более дешевом бренде просто, даже не то, что в Zara. Могла купить хорошую классную кожаную сумку в более дешевом бренде. Зачем я это сделала? Ведь я же точно знала, что я не буду это носить. Но мне, видимо, хотелось казаться на тот момент, когда я ее покупала, мне, наверное, хотелось быть сумкой Prada. И вот вы знаете, вот эти вот моменты, когда мы постоянно начинаем врать, и мир начинает врать, мы, получается, живем в каком-то фальшивом мире. Вот вы можете точно с уверенностью сказать, что те девушки, которые вас окружают, в каких-то брендовых шмотках и даже в Инстаграме, что эти шмотки у них настоящие. Не можете. Мы не можем сказать, настоящая ли грудь у нашей подружки. Мы, скорее всего, если смотрим на красивые зубы, то они тоже не настоящие. И я сейчас не про то, что не нужно этого делать. Я про то, что хотя бы врать-то не надо. Мы делаем все не настоящее, но пытаемся говорить о том, что это настоящее. И это вообще какой-то трушняк. Вот просто, знаете, какой-то мрак. Я вот наблюдаю во всем этом вранье. Люди рассказывают, что, например, девушки, которые занимаются проституцией, они говорят, что они без наследия. Вместо того, чтобы, ну, и они говорят, не, нет, проституцию я осуждаю. Ну, что ты ее осуждаешь? Это ведь, я уже неоднократно говорила, ну, как по мне, очень сложный вид деятельности продавать свое тело. Я, честно говоря, слабо себе представляю, насколько это сложно. Все время вот это эротично, наверное, вздыхать, там, я не знаю, делать миньеты этим бесконечным писюнам разным по несколько штук, может быть, в день. Мне кажется, это очень тяжело. Очень тяжело следить за своим телом, понимая, что ты делаешь грудь или какую-то другую часть тела, идешь, качаешь ее в зале для того, чтобы ее кто-то лапал за деньги. Ну, это очень сложно, как по мне. Либо надо душу и мозг отделить, что является великим талантом, либо продавать свою душу за что? За то, чтобы купить себе потом тряпки. Это тяжелый вид деятельности, как по мне. И ничего, я не то что не вижу в этом плохого или хорошего, ну, уж зачем тогда говорить, что ты, блин, не такая, ты ждешь трамвая, у тебя большая, великая любовь. Ведь женщина даже признаться в этом не может. У мужчин, в принципе, такая же история. Мужики тоже не могут, например, признаться, что они где-то чего-то не догоняют, не понимают, тоже начинают врать. Сколько мужчин фотографируется в каких-то левых тачках, да, и пытается рассказать, что он там великий, успешный бизнесмен, или переписывается с телочками там в Тиндере или еще где-то. И тоже ему хочется казаться, что у меня была история, у меня был парень, знакомый водитель. Он работал водителем у одного чувака, он ездил на дорогой машине, он мне рассказывал, как он, извините, снимает женщин и говорит, слушай, ну это потрясающе, потому что я просто водила, но когда она меня видит в машине, она готова мне сделать все. Ну, типа он стебался с этого, но мужчинам немножечко в этом плане легче. И вот если убрать вот этот глобальный уровень и сказать, ну я же не такая, нет, нет, я так не вру, то мы все равно найдем очень кучу штук, которых мы врём. Мы врём своему партнёру, например, что нам что-то нравится в сексе, когда нам не нравится, и в итоге у нас всю жизнь не очень хороший секс или вообще плохой. Мы врём себе постоянно в чём-то, что мы делаем то, что нам нравится, и мы этим занимаемся, потому что нам нравится, а по факту мы это делаем, потому что нам просто нужны деньги. Короче, мы берём клиентов, уверяем себя, что нам очень нравится это делать, как у меня было долгое время со свадьбами. По факту, опять-таки, что делая? Делая это только потому, что нам хочется, нам нужно получить деньги, потому что нам нужно заплатить за аренду квартиры или за аренду офиса. И вот вы знаете, когда вот это всё враньё накапливается, оказывается, что крыша начинает ехать. Почему вот я, например, свою жизнь начала существенно менять в какой-то момент, и по деятельности в том числе, и отправилась на какие-то поиски? Потому что я поняла, что больше врать себе не могу, что больше не могу себе рассказывать, что, ну, типа, это прикольно, или как быть свадебным организатором. Вот часто мне говорили, почему вы ушли? Потому что я просто больше не могла, потому что у меня работный рефлекс от этого был, потому что я не могла уже выходить на тренинги, обучать свадебных организаторов, и понимать, что я хочу чего-то другого, большего, меньшего, чего-то другого. И вот, в принципе, вот эта честность, она приходит тогда, когда ты сильно устаёшь. Точно так же, как когда ты устаёшь, кому-то нравится. Я об этом тоже говорила на своём тренинге «Пробуждение», когда ездила, что в какой-то момент я заманалась, кому-то нравится, да, постоянно стремиться выглядеть как-то, чтобы кому-то понравиться, сказать что-то, чтобы кому-то понравилось. Всё время вот этому соответствовать, переживать эти депрессии, что кто-то пишет мне. Буквально вчера я проводила прямой эфир, и опять какая-то каза там написала мне, «Ну, вы мне так нравитесь, так здорово, что вы себе там зубы не сделаете?» И вот ты в какой-то момент это всё перерастаешь. И в какой-то момент ты понимаешь, что самое вообще главное и важное – это тебе как бы нравиться себе и забить на всех. И я очень ценю, хочу, чтобы вы это понимали, очень ценю вас как свою аудиторию, потому что мы все социальные люди, мы все зависимы от социума, и мы не можем сказать, что нам вообще на всех начихать. Иначе это тоже момент просто нашего, как это сказать, противоборства с миром. То есть мы хотим каким-то образом, ну, это наша болезнь, то есть пойти наперекор, то есть всё равно как-то со всеми воевать. У меня нет такого желания. Но в то же время я хочу, чтобы вы прощали мне мои несовершенства и понимали, что где-то, где я ругаюсь или где-то, где я что-то делаю, это не момент с вами поспорить, не момент ещё чего-то, ну, просто я вот так проявляюсь и считаю, что, ну, это моя честность по отношению к самой себе. Ну, в конце концов, ну да, мне бы, наверное, хотелось не ругаться, мне бы, наверное, хотелось быть где-то, может быть, симпатичнее, где-то, может быть, умнее, где-то, может быть, образованнее, где-то, может быть, богаче. Может быть. Ну, вот, например, если брать момент ценностей, который в моей жизни произошёл, то я вдруг поняла, что машина, да, это классно, но у меня сегодня, я уже говорила об этом, нет мотивации, достаточной для того, чтобы её менять, потому что она классная. Мне сегодня гораздо больше мотивации, например, дать своим детям возможности посмотреть мир, дать своим детям возможность быть людьми. Почему я над собой работаю? Потому что мне хочется дать им какие-то ценности, помимо того, что надо зарабатывать деньги. Как сказал психолог один, я не помню, говорила об этом вам уже или нет, он мне сказал такую очень крутую вещь, что ты закладываешь сейчас в своих детей ту программу, которая была у тебя, бежать и достигать большего, но они уже не живут в голодной той жизни, которой была ты, они уже не живут на той троечине, с которой ты бежала, они уже не живут там, где не было письменного стола, которого у тебя не было, и тебе очень хотелось, чтобы была другая там у тебя мебель, они уже живут в другой жизни, у них другие исходники, они уже сейчас имеют сильно больше, зачем ты в них закладываешь ту же программу, которая была у тебя. И вот я сейчас очень сильно стараюсь разобраться с тем, что мне дать своим детям помимо денег, хотя с этим у меня тоже есть момент, я зарабатывающий человек, я не дочь олигарха, я не жена олигарха, я уже тоже часто говорю, что мы с мужем вдвоем трудяги и работяги, мы работаем много, я понимаю, что сложно людям, которые живут на другом уровне достатки, понять, что когда у тебя есть машина, хорошая квартира и прочие вещи, у тебя по-прежнему есть надобность зарабатывать на это все, и она еще сильно выше, это точно так же, как у всех остальных, только работать больше надо, а у тех, у кого больше, чем у меня, таких людей, к счастью, очень много, я с ужасом думаю всегда о том, блин, сколько им приходится делать. И вот чем честнее вы станете на позицию по отношению к самому себе, чем вы сможете перестать больше врать, а честно себе говорить, что у меня есть, сколько я зарабатываю, как я выгляжу, перестанете стесняться того, что у вас есть проблемы, в конце концов, финансовые в том числе, что у вас есть задачи, вам будет легче двигаться, и вы перестанете надевать вот эти маски людей идеальных, стараться, ведь в каждом своем образе, на каждом абсолютно уровне достатка, уровне жизни не только материального, но и ментального какого-то, у нас у всех те же потребности, просто на своем уровне, нам всем нужно зарабатывать, нам всем нужно развиваться, нам всем нужно любить, нам всем нужно быть любимыми, мы все хотим быть лучше, но вранье, которым мы заклеиваемся, когда мы пытаемся казаться лучше, чем мы есть, очень сильно становится для нас очень серьезной ношей, точно вам говорю. Поэтому постарайтесь от этого, как от листиков, начинать избавляться. Это, знаете, очень похоже на то, когда вы общаетесь с мужчиной, и вы все время присылаете ему зафотошопленные фотки, присылаете ему, простите, интимные фотографии не своего тела, вы пишете не то, что вы думаете, а вы считаете, что вы недостаточно умны, и вы просите написать вашу подружку. И вот в итоге вы же прекрасно понимаете, что этот мужчина влюбляется не в вас, и что когда вы встретитесь, будет глубочайшее разочарование. Так не проще ли подтянуться к этому, или где-то признать, что может быть вы бы ему понравились и такой, или где-то да, надо себя улучшить, но нет никакого смысла быть фейком. Никакого. Как и нет никакого смысла покупать себе фейковую сумку. Зачем? Она все равно фейковая. Либо заработайте и дотянитесь до уровня, чтобы покупать оригинал, либо есть еще много всего другого, это не самое главное. Это подходит этим, а вам подойдет что-то другое. Я в очередной раз понятия не имею, как весь мой вот этот пьяный каламбур, моей сумасшедшей головы вложится в вас. Я в очередной раз опасаюсь выкладывать это видео. Я очень благодарна вам за то, что те, кто понимают, о вас таких оказывается много, вы отписываетесь, вы говорите о том, что для вас это важно. Оказывается, в некоторые из ваших голов я тоже залажу, и для меня это, ну, прям мега круто сегодня. Я очень долго убегала от этих видео в машине, стараясь создать какой-то другой контент. И тут вдруг я от вас начинаю получать это, что снова начал вас смотреть. Я вдруг поняла, что вы меня поэтому, ну, моя аудитория, это вот это мое сумасшествие за вот эти мои такие мысли, размышления, достаточно с банальной съемкой. Ну, не то, что любите, но смотрите. И я просто поняла в очередной раз, что не надо врать, а пытаться быть кем-то, пытаться быть каким-то бизнес-блогером и так далее. Потому что это прикольно, но таких, наверное, много. А вот таких девочек, которые сидят в машине и просто говорят о том, аж о чем они думают, что их волнует, наверное, меньше. Ну, по крайней мере, я вот такая, мне это очень нравится. Поэтому спасибо вам за то, что вы меня смотрите. Я буду признательна вам за все ваши комментарии. Очень благодарна вам за все те штучки, которые называются лайками, когда вы не ленитесь это делать, когда вы шерите мои видео. В общем, ребят, спасибо вам. Вы меня мотивируете для того, чтобы вырываться из своего безумного ритма, садиться в машину, включать камеру и для вас что-то классное записываться. Спасибо.